Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наше чтение по книге «Чисел». И сегодня мы будем читать 16-ю главу этой книги, в которой рассказывается о бунте, мятеже и смерти Корея, Дафана и Аверона. Это такие первые религиозные диссиденты. Их логика очень напоминает логику многих современных сектантов. Поэтому давайте внимательнее слушаемся смысл этой главы. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, и Дафан, и Аверон, сыны Илеафа, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрания, люди именитые. И собрались против Моисея и Аруна и сказали им, «Полно вам, все общество, все святые, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Абсолютно сектантская логика. Все святые, все священники, все пророки, все духовицы. Зачем выделять какое-то особое священство? Вот такая логика была у Кореи, Дафана, Аверона и их последователей. Конечно, удивляет то, что среди последователей их оказались начальники общества, призываемые на собрания, люди именитые. Но это свидетельствует о чем? О том, что человек, который занимает какое-то положение, он рискует впасть в гордость. А гордость – это вызов вышестоящим чаще, нежели вызов ниже стоящим. Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря, «Завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе, и кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделайте Корей и все сообщники его. Возьмите себе кадильницы, и завтра положите в них огня, и всыпьте в них курение пред лицом Господа, и кого изберет Господь, тот и будет свят. «Полно вам, сыны Левины». Моисей хочет остановить этот мятеж. Это мятеж все-таки левитов, но левитов, которые не были священниками. Ну, конечно, к ним были примкнувшие, которые могли быть и не левитами. Это просто люди именитые. Но во главе этого мятежа были левиты, но те, которые не имели права совершать священство. Поэтому слова «полно вам, сыны Левины» означают дорожите тем, что имеете в церкви. «Дорожите любым служением в церкви. Есть служение алтарника – дорожите. Певчего, чтеца, звонаря – дорожите. И не покушайтесь на большее, пока вас не призовут к большему служению перед Богом». И сказал Моисей Корею, «Послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом Господнем, служа для них? Их службы были при скинии Господней. Они ее разбирали, они ее собирали и переносили. Но какую-то важную часть совершали священники. «Он приблизил тебя и с тобой и всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства». А священники могут быть только потомки Аарона. «Итак, ты и все твое общество собрались против Господа». Вот оценка действия Корея, Дафана и Аверона, этих сектантов. «Что Аарон, что вы ропщите на него?» Он священник, помазанный. Как сейчас некоторые наглецы начинают там епископов поливать грязью, патриархов. Сказано «Начастущего в народе твоем не злословь». Как будто людям недостаточно их собственных грехов. И послал Моисея позвать Дафана и Аверона, сынов Ильява. Корей уже был с ним. Но они сказали, не пойдем. «Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне». Теперь для них Египет – это место, где течет молоко и мед. «И ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? И дал ли нам во владение поля, виноградники, глаза людей сих? Ты хочешь ослепить? Не пойдем». Моисей весьма огорчился и сказал Господу, «Не обращай взора Твоего на приношение их. Я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла ни одному из них». Моисей говорит, что он, конечно, не заслужил такого отношения к себе. Он никого не обидел, он не покушался ни на чью собственность. «И сказал Моисей Корею, «Завтра ты и все общество Твое будете пред лицом Господа», то есть рядом со Скинией, «ты, они, то есть твои сподвижники, и Арон, и возьмите каждой свою кадильницу и положите в них курение, и принесите пред лицо Господне каждой свою кадильницу». «Двести пятьдесят кадильниц, ты и Арон, а каждой свою кадильницу». Святые отцы учат, что даже царь-помазанник не имеет права совершать кождение перед Богом. И в Библии говорится, как это строго наказывалось, когда цари позволяли себе что-то подобное. Только священники. «И взял каждый свою кадильницу и положил в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе в Скинию собрания, также и Моисей, и Арон, и собрал против них Корей и все общество ко входу Скинии собрания, ну, я бы перевел не все общество, а всю секту. «И явилась слава Господня всему обществу». То есть эти сектанты теперь увидят, чем все это закончится. «И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, отделитесь от общества сего, и я истреблю их в мгновение». То есть надо отделиться от сектантов. Но хотя, казалось бы, Моисея и Арон должны возрадоваться, теперь их авторитет будет безграничен, но они переживают за этих сектантов. «И что делают Моисея и Арон? Они же пали на лица свои и сказали, Боже, Боже, Духа всякой плати! Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество». И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Кореи, Дафана и Аверона». Вот здесь уже обращение к народу идет, которые из любопытства сбежались посмотреть. «И встал Моисей и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилевы, и сказал обществу, отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам вместе во всех грехах их». И отошли они со всех сторон от жилища Кореи, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли, стояли у дверей шатров своих, с женами своими, и с сыновьями своими, и с малыми детьми своими. И сказал Моисей, вот Кореи, Дафан и Аверон, они как бы чувствуют момент триумфа, поэтому всех своих домочадцев вывели. И сказал Моисей, «Из сего узнаете, что Господь послал меня делать, все дела сие, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычное, и земля разверзнет уста свои, и поглотит их, и домы их, и шатры их, и все, что у них, и они живые, сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сие презрели Господа». Презрели Господа в данном контексте, они проигнорировали волю Бога. «Лишь только он сказал слова сии, «Расселась земля под ними, под нечестивыми, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей, кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, в ад, и покрыла их земля, и погибли они среди общества, и все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля». Моисей и Аарон вовремя отделили общество от группы этих сектантов. «И вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение, то есть свое кождение. И сказал Господь Моисеев, говоря, «Скажи Елеазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет медные кадильницы сожженных, и огонь выбросит вон, ибо осветились кадильницы грешников всех смертью их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лицо Господа, и они сделались освященными, и будут они знамением для сынов Израилевых». То есть даже неправильное приношение, наказание за это будет, но приношение, оно освящается. И сделали листы, обили жертвенник, чтобы напоминание, что не всякий может совершать служение. И у нас в православии есть представление о всеобщем священстве. Мы верим, что все крещенные православные люди – это царственное священство. Но есть сугубое священство. Это те, которые совершают службы и таинства. Деканат, пресвятариат, епископат. И никто не имеет права посягать на их права и достоинства. «И взял Елиазар, священник, медные кадильницы, которые принесли, сожженные, и разбили их в листы для покрытия жертвенника. В память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который не от семени Арона, то есть не потомок Арона, а значит не священник, не приступал приносить курение пред лицо Господня, и не было с ним, что с Кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисея». Все секты, они рано или поздно пропадают в истории. Уже нету, например, почти нету секта хлыстов. Молока досталось очень мало. Я не говорю уж о западных сектах, где-то она баптистов уже давно. Секты существуют какое-то время, потом они пропадают. А церковь, которую основал Христос, врата Ады не одолеют. Она будет существовать непрерывно от Дня Пятидесятницы до Второго Пришествия в Вечность. Далее. «На другой день всеобщество сынов Израилевых возопило на Моисея и Арона, говоря, вы умертвили народ Господень». Как будто Моисей с Ароном выкопали яму до преисподней и туда бросили. Корея до Фада Аберона. И двести пятьдесят человек. «И когда собралось общество против Моисея и Арона, они обратились к скине собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня, и пришли Моисей и Арон к скине собрания». То есть общество обратилось к скине, они стали ждать знамения. «И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их в мгновение». Теперь уже весь народ. «Но они пали на лица свои, и сказал Моисей и Арону, возьми кадильницу, положи в нее огня жертвенника и всыпь курение в нее скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа и началось поражение». Вот почему совершается кождение по храму, чтобы благоухание распространялось от тех людей, которые, может быть, нечистые, в состоянии греха стоят в храме, чтобы благодать их не погубило. Огонь Божий не попалил. «И взял Арон, как сказал Моисей, побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось». Вот сила кождения ветхозаветного священника. А какая же сила должна быть кождение новозаветного священника значительно больше, ибо новый завет выше ветхого, как небо выше земли. «И стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось, и умерло от поражения 14700 человек, кроме умерших по делу Корееву. и возвратился Арон к Моисею ко входу с киньи собрания после того, как поражение прекратилось». В следующий раз мы будем изучать 17-ю главу этой книги. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать сообщения о новых беседах. Спаси Господь! Продолжение следует...